Приветствую вас. Я думаю, что вариантов на самом деле такого, вот, вариантов объяснения такого поведения мужчины на самом деле немного вариантов объяснения, да. Первый вариант объяснения это то, что мужчина хотел, значит, от вас чего-то, то есть, ну, не знаю, хотел близости, хотел секса, хотел ещё чего-то, да, вот, не получив разочаровался и, соответственно, исчез из поля видимости, вашего поля видимости. Другой вариант такой, что вы пообщались, мужчина увидел, ну, вот, увидел, какая вы, значит, вы расклеились перед ним, он увидел это, увидел, как вы расклеились, и ему стало недоступно, неприятно, да, неприятно, это немножечко, ну, всё-таки не такое слово, вот, ему стало не по себе. Ну, стало не по себе, ему стало некомфортно, он увидел, что, ну, вы ему не подходите, ну, по каким-либо причинам, да, то есть, неважно. Вот. Это такой момент. Ещё момент есть, что вы его чем-то могли, ну, задеть, обидеть и так далее. Ну, такую точно может быть, просто взяли вот чем-то случайно, да, совершенно случайно взяли, чем-то обидели, ну, человека. Вот. Вы этого не хотели, безусловно, но, вот, так, так получились. Это тоже история вполне себе реальная, да, такое вполне себе вполне может быть. И мне кажется, что сбрасывать со щитов, подобно, ну как минимум не стоит, как минимум не стоит, а как максимум на это стоит обратить самое пристальное внимание, потому что, ну вполне возможно, что за этим что-то стоит. Это как Марс. Вот. Ну вот, в принципе, все объяснения. Без каких-то вот, знаете, без каких-то, ну без учета, без учета индивидуальных моментов, да, без учета каких-то вот таких важных моментов, аспектов, да, в принципе, все, больше, больше нет, больше нет ничего, больше нет никаких объяснений, объяснений. Вот. То есть, консультация, да, это понятно, но поскольку вы обратились сейчас к нам, да, сюда вы обратились, сюда, то я вижу, я вижу такие вот моменты, я вижу такие варианты. Мне кажется, что других вариантов нет. Опять же, только потому что я больше ничего не знаю о вас. Я больше ничего не знаю о вашей ситуации. Если бы вы рассказали больше и больше, я бы, может быть, я бы, скорее всего, дал бы вам еще какие-то, ну еще какие-то варианты. Вот. В этой ситуации очень важно определить, чего хотите вы. В этой ситуации очень важно понять, чего желаете вы и что вам нужно. Как вы восприняли тот факт, что мужчина от вас ушел, например? Как вы восприняли тот факт, что мужчина, ну, исчерпит? Восприняли ли вы это как-то себе в исчерпит? То есть, то есть, вот, вы подумали, что вот, он меня бросил, вот, я какая-то, значит, плохая. К примеру, к примеру, да. Вот, вот, вот я какая-то не такая, там, и так далее, да, то стали любой хуже думать о себе. Или, может быть, может быть, абсолютно все нормально, все осталось, так же вам просто интересно. То есть, как-то задело вас то, что утоп, как-то все произошло или нет. Вот. Потому что, если задело, то это, конечно, уже вопрос больше к вам. Что вы хотите, что вам нужно в этой ситуации. И так далее. Вот, вот и все. А если вы выбираете ответы коллег, да, то есть, ну, вы их посмотрите, экспертов, с которыми вы готовы поработать на эту тему. Ну, вот, обсудить, в мой взгляд, отношения не складываются, ну, вообще, совершенно. И вам нужно обсудить, ну, обсудить в этом контексте, что-то происходит. Вот. То, в этом случае, в случае, если вы ищете, то, опять же, ну, надо бы, чтобы вы определили какой-никакой-никакой критерий. То есть, какие-то критерии должны быть. Какие-то критерии. Как вы выбираете ответ? Потому что, иначе, непонятно. На основе чего. Вы, вы, вы выберете психолога, с которым будете работать. Как происходит работа, э, выбор. Как происходит выбор. Вот. Мне кажется, что такая история. Так можно ответить вам на вопрос. Понимаю ли я, что это немного? Понимаю ли я, что этого мало? А, э, да. Понимаю. Прекрасно. Но больше вам пока не ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.